Всем доброе утро, дамы и господа, и мы врываемся на DPL серию, опять же, здесь написано, что сезон 6, на самом деле не верьте, это уже, по-моему, вообще не сезон, то есть такой счет перестал идти, но тем не менее, все остается по-прежнему, IG Vitality против Vichy Gaming, Best of 2 формат, сегодня будет проходить 4 игры в этом регионе, в китайских командах, это постоянная лига, здесь очень часто разыгрываются слоты на какие-то турниры. Покруче, как правило, именно топ лига, раньше было разделение на топ и секондри лигу, вот сейчас конкретно я его не наблюдаю, возможно, потом эта секондри лига может начаться, но я просто самого разделения по себе не вижу, так что утверждать не буду. И что можно сказать, IG Vitality, Vichy Gaming, эти команды тоже уже периодически с собой встречались, сама по себе эта серия представляет собой просто бесконечный турнир из групповой стадии некой, где постоянно идет набор очков, так что команда пересекается друг с другом постоянно, и сейчас мы можем посмотреть, что у нас по очкам. И по очкам Vichy Gaming лидирует в группе, они сыграли уже 3 серии, и все 3 серии выиграли, причем в сухую, ни одного даже 1-1 не было. IG Vitality в этом отношении гораздо слабее смотрится, они проиграли 1 серию и 2 серии сыграли в ничью, то есть здесь действительно уже стоит призадуматься, когда ты делаешь ставки, но я думаю, что коэффициенты сами за себя говорят в таких ситуациях. Ну что, кстати, не так уж и много осталось до конца DPL серий, это сегодняшние игры, 9 декабря 4 штуки, IG Vitality, Vichy Gaming, Nastra IG, CDC E-Home, NewBitaH, это все будет играться сегодня. А дальше уже начнется плей-офф, и за первое место, если честно, я здесь не знаю, что полагается, но я подозреваю, что слот либо на квалификации, либо на сам какой-нибудь DAC, или что-то в этом роде. Потому что лига считается очень престижной, здесь участвуют все топки тайской команды, в том числе и LGD, и NewB, и прочее, хотя сейчас про NewBitaH такой сказать язык не поворачивается. Ну давайте обсудим сами пики, сейчас они тоже уже подошли к концу. IG Vitality, Visp, Герокоптер, Shadow Demon, Faces Void и Outward Devour. Такой типичный достаточно выбор для нынешнего патча, ничего особенного здесь рассказать нельзя, разве что то, что здесь Faces Void будет на правах Hardlaner, скорее всего. Хотя, я думаю, что Герокоптер с Vispou могут пойти в Hard, а Void с Shadow Demon в легкую линию, и ничего не поменяется. То есть, это две самые достаточные линии, которые могут сопоставиться как угодно. Ну и О, Денамит. Сенкин, Гримстрок, Тускар и Антимак от команды Вич и Геймин. У них тоже мидера не хватает, но у Вичи есть козырной туз в кармане, они сейчас берут последний пик, так что они могут сделать все, как они хотят абсолютно. И, судя по статистике Вич и Геймин, они это делают хорошо. Тускар сейчас в этом патче один из самых лучших, наверное, героев четвертой позиции. Самый такой, ух, жесткий, который может подвалить. Ну и Сенкинг тоже, по сути, очень хорошо апнулся в этом патче, за счет чего его любят. Правда, команде нами вчера на Мегафон Интерклэше он не помог, но, по крайней мере, как закономерность он существует. Это пак против Outdoor Devour. Герой с очень хорошим приростом интеллекта, который не сильно будет приседать от такого вот безобразия, которое против него на линии будет. Так что выглядит вполне закономерно. Ну что, разбираются. Пики. И готовы врываться. Китайские игры с утреца пораньше. И за это, кстати, ДПЛ-лиги перенесены квалы ESL китайские. Они там будут проводиться где-то недели позже, что ли. Ну а все остальные квалы на ESL, они проходят прямо сейчас. Они у них в сокращенном варианте. Нету отдельных квалификаций на СНГ. Они играют вместе с Европой. Но там пока вроде как, насколько я знаю, спириты всех разобрали. И вроде как на этом все должно потихонечку заканчиваться. Азия начнется буквально через часик. Если мне не изменяет память. Ну и все. И Америка. По-моему, только северная играет. Южная там также нету. То есть предпочтительно для себя регион выбрали. Потому что они не ДПС турниры и могут такое себе позволить. До ДПС турниров еще достаточно большой промежуток. Начнутся они только в середине января. Так что ждать еще много приходится. Ну что ж, и эта игра начинается. Это первая карта Best of 2 серии. Которую мы будем сейчас смотреть. Давненько не приходилось в таком составе команды. Видите, китайские. Ну, просто их не видно. Скажем так. Очень быстро они пока что отваливаются где-нибудь на квалификациях. Очень быстро они на мейн-ивентах тоже как-то выходят из игры. Поэтому, ну, просто, видимо, копят ману пока еще. И играет между собой. Но, как правило, знаете, китайские катки отличаются большой скоростью. Как ни странно, в этом патче на ДПЛ Лиге, по-моему, редко бывают матчи длиннее минут 30. Что интересно. Но мы проверим сегодня, насколько это правило действует на данный момент. Хотя, как правило, с тех пор ничего не поменялось. Но, может, они просто сами как-то себя выработали по лучшей механике лейт-гейма. Но здесь, если честно, на такой прям обер-лейт можно тоже не рассчитывать. По идее. Это все зависит от скорости фарма антимага. Затем, как у него все хорошо пойдет. Войдет, как правило, любитель собрать себе предмет 2 и идти полноценно драться. Тем же самым может заняться гирокоптер, даже не собирая предметов. Ему просто экспы немного набрать и все. Ну и там антимаг тоже, на самом-то деле, из Battle of Fury. Немного уже пощелкать может. Просто как-то подпринять участие в файтах. А после этого на заработанные деньги докупать себе по-быстрому еще предметы. Ну, при желании тоже очень быстро можно с ним игры заканчивать. Но это если все очень хорошо пойдет. Но с учетом того, что здесь хорошая связка, под него баг, сын Кинг. Будет неплохой прокаст и вообще связки под Battle of Fury. Фейд. До последнего урон получает, кстати, зря. Он даже не смог сейчас рунку отжать. И хотя весь пас сейчас могут забирать. Это весь бесситтель, который первой кровью ушел для Фейда. И его страдания окупились. Ну, а гирокоптера тоже сейчас немного поднабивает. Скорее всего, Гримм немного за ним побегает. Но остальное здесь все останется как прежде. Тускар пока отпил фласку. Он уже фуловый. Токтив вкачал. Рунку задонать не получилось. Там уже почти долетела тычка, но папарацци успела ее отнять. Итого, с этой стороны Вич и Геймин забрали две руны. И с другой стороны еще одна рунка достается в их копилку. Хотя нет, смотрите-ка, все-таки на 2-2 получилось. Это просто фраг здесь еще так же отображается. 2-2, извините, пожалуйста. Я гумниитарий, я плохо считаю. Гирокоптер. Ага, это тоже с другой стороны успели принять еще и Янга. Интересно, видимо, как-то через Яд подействовали. Тут трудно сказать. Шедо Демон, видимо, стаков здесь несколько накидал, судя по потраченной мане. Ну и вот, подзапрыгнул. Ну, в общем, посмотрим, как он вернется на эту карту. Он стоит в одиночке там, насколько я понимаю. Поэтому ему становится настолько непросто. Ну и да, они тебя гоняют. Убивать, наверное, больше так не будут. У него все-таки есть какой-никакой эскейп. А с другой стороны, тем временем уже забирают Бионда. Да, сегодня за фрагом следить это не наше. Но тут, если честно, очень опасная трепла. Мне кажется, все-таки стоит зацикливать внимание именно на этом происшествии. Хотя там опять отчаянно теряет хпшку. Ой, как много тут съеда демоджа прокнуло. Да, настакал, дай бог. Ну, есть еще хил. Порох в проховницах у Сэн Кинга, поэтому он готов воевать дальше. На миде все пока абсолютно спокойно. Более-менее ровненько Ори держится против своего оппонента. И Аутур Девавр по экспей немного отстает. Но это все мелочи жизни пока что. Пока что, да. Дядь Герокоптер как-то не особо активно фармит. Его можно понять. Он вообще ни одного крипа еще не добил. И наличие виспа просто не поможет спастись в экстренной ситуации. А здесь уже немного пытается Сэн Кинг воевать с крипами. Но это делать не очень удачно. Прямо по центре вардом. Поэтому по голове получить он уже успевает. Но на самом деле можно было бы идти понаглее от Фейселс Войда. Очень мало урона на первом уровне от песка. Поэтому там лишние плюхи можно было бы и закинуть. Хотя Янг, видимо, решил сам себя наказать. И просто под тавр полезть. И там пару орехов получить. Так, закрыл себя. По-прежнему ни одного крипа не добито Герокоптером. Да, у него все очень печально идет. Но если честно, такими темпами очень быстро будет наращиваться первое преимущество от команды Вичи Геймин. Ну просто потому, что один герой, который должен фармить, он не фармит абсолютно. Даже Янг, он хоть что-то там добивает на своей третьей позиции. А здесь никак. Янг решил просто постоять и экспопы получать. Ага, здесь разобрались. Пак. Пак успел отойти. А Греха подальше. Так что тут демон с ним ничего не смог сделать. Ну все, что у него был этот дезрапшен из опции, это, мягко говоря, маловато. Так, а тут еще Герокоптеры забирают. Очередной минус, он по-прежнему еле выбирается на линию. Греха пошел в размен, Пак получает какие-то деньги, и он окажется за это пожалеет. Есть хорошие шарды, его закрывают, и это будет смерть еще и для этого персонажа. Да, он там спел прощальную песенку, но это ему ничего не дало. Его никто не пощадил за его таланты. 2-5. Причем эти два фрага, которые сделал Найджи Виталити, это скорее наглости, которые совершали сами Вичи, когда шли в атаку. О, да. Да, баф у него потихонечку заканчивается, но ему, в принципе, все равно, у маны уже фуловые. Ория тут как-то получил демо же достаточно много, и придется терпеть, и причем терпеть долго, потому что хп у него сейчас леген уже не остается. Там, кстати, еще в продолжении, видимо, гибели будет. Очень мало хп остается у Виспая. Виспая просто забирает папарацци с блинка. Правда, очень много хп потерял из-за этого блинка под тавер. А с другой стороны, шедоу демон отдается крипам. Но он, видимо, очень много получил от Санкинга. Санкинг сам по себе уже перебил вард только что, так что он готов стоять в песках. 400 золота за эти две смерти. Да, на этой фарме, на этом фарме очень быстро антимаг вывезет себе батлфьюри и прочие предметы. Давайте посмотрим, что по общей ценности. Такое количество фрагов, оно, конечно, не оставляет равнодушным. Мы видим, действительно, он просто отрывается на 500 золота вперед. Фраги, ассисты, 4 ассиста, правда, что они есть очень хорошо. Но, тем не менее, дорога очень-очень для него выглядит прямой. Решил отказаться от тапков, в принципе, от любого вида тапков. Кристаллайс вон по две штуки собирает, а антимаг пока решил просто батлфьюри брать. Ну, это, в принципе, обычная ситуация, тем более, что ему здесь вообще никакой опасности не угрожает, и он просто может себе позволить... Да, тут ядом закидывает. Дэйдрим прекрасно видит, где находится Санкинг, поэтому это не представляет сложности. А тут появляется рунка, забирает руну. 5 стаков. Сейчас подходит еще фейт, тэптим, есть подкоп. Да, тут уже Дэйдрим оказывается жертвой в этой ситуации. Но 7 стаков яда на Санкинге просадится по хп, он очень сильно. Ну, Санкинг уже пополз к шрайну. Шрайн как раз появился, пятая минута. Саленс, есть, гирокоптер. Сбивает себя в фантомы, слишком поздно это делает, погибает очень быстро, и ничем ему вис помочь не может. Он тоже пытается отойти. Это, видимо, тоже у него не получится сделать. Очень хорошо, монобрейк помогает его забрать, и это минус. Да, успел перед смертью купить себе соло ринг. Висп. Но это смерть. Это смерть, это фраг. Это фраг для папорации, опять же. И по деньгам у него, ну, половина дэмонейджа есть. То есть пока все пучком. Дэйдрим. Прекрасно видят. И с одной, и с другой стороны. Два варда рядышком здесь стоят. ОД, накрывают. И дизрапшн есть. Попытка подсейвить. Это должно получиться. Хотя Уори очень быстро передвигается за счет хосты. У него есть еще дремкоил, но решили просто не идти дальше. Они стянули сюда виспа, они стянули сюда шедоу демона, и просто две линии остались без саппортов. И для гирокоптера это очень критично. Он сейчас прям под тавром с крипами находится, и на самом-то деле это хороший шанс, чтобы напасть. Но пока не особо наглеют. Здесь опять, кстати, виспа. Можно подцепить. Не дали ему отпиться от шрайна как следует. Фейд его закрывает просто. Фейд избивает с руки, и Уори помогает в этом деле. Диуай остается при этом фраг. Да, сюда подошел, и, наверное, слишком поздно. Санис на него повесили. Есть танк. Ну, и попытается пробивать магического демона. Кстати, Уори получил немного от первоспособности гирокоптера. Фейд закрыл. Неплохо получилось. Пока очень хорошо мансят. И Фейду, видимо, здесь получится выбраться. Хотя он выбрал интересное направление. Но с другой стороны его там уже подзажимал гирокоптер. Ага, тут еще курьер полетел. Спрятался за дерево. Сделал это по ауту. У него, кстати, получится. О, это было близко. Это было близко, но это было мимо. Ну, буквально на доли секунды он опоздал. На самом деле, может, чуть-чуть раньше у него была бы возможность кинуть. Если бы он с блинка заходил. Но, скорее всего, если бы он заходил с блинка, у него бы мана не хватит. Хотя нет, должно было бы, наверное, хватить. На купол. Я не помню, сколько у него было на тот момент. Почему он это не сделал? Возможно, просто хорошая мысль просто пришла слишком поздно. Антимага пока. Ринг-реген есть. Ринг-реген, точнее. И БФ идет полным ходом. Ну, сейчас только восьмая минута. Торопить события, конечно, совсем не хотелось бы. Но, действительно, пока у Папараса все шикарно. В отличие от коров команды противника. Ну, кстати, видимо, будет Дейдрим погибать. А последний удар по нему остается. Ори его забирает. И помощь Янга, в принципе, особо и не понадобилась. ВС-свой тоже оказывается в не самой удобной ситуации. Но, в целом, он пока стоит под тавером. Он готов, в случае чего, отходить на блиндагере. Тут на блиндагере. На дайвов по своему. Извините, пожалуйста. Не все проснулись с утра. О, да. Это было больно. Причем Гримм там все, что мог, повесил. Да. Изи-фраг для ОД. Хорошо его тут сейчас подкормили. Ну, а Ори возвращается на линию. Восьмой уровень у ОД. И седьмого пака из-за вот этих похождения он несколько успел отстать. Ну, и действительно, ОД сейчас очень должен стабильно набирать себе силушку богатырскую. До появления БКБ очень неплохо расправляться с противниками. Но я думаю, что первой БКБшки здесь появится очень нескоро. Пак с этим вопросом не будет торопиться. В любом случае, это дискорд. В любом случае, это блинг. И пока это все дело наберется, только после этого какое-то БКБ будет. Ну, а про антимага говорить не приходится. Дай богу, если он вообще соберет. Но чистый урон, эта штука такая интересная. Поэтому хотелось бы, наверное, это сделать. ОД. Начинает его цеплять. Пока что спрятал себя в астрал. И минус половина хп есть. А подцепить дальше есть ли чем. Тут уже есть рядом бис, бдрим, койл. Повесили, должны перебивать этот реген. Скидываются по тычке. Пока еще живет какое-то время. Прячет себя снова в астрал. Он до сих пор регенится, до сих пор живет. И показывается рядом. С Фоидом пытается немного его потрогать. Фоид больше погибнуть. Фоид погибает. Еще приходится додаст. Закидывает свою вторую способность. И закатывается при этом Фоид. Ой, какой купол. Вах, какой купол. Сейчас Фоиды точно должны забирать. Дивайм также разбираются. Не очень хороший выход получился от Вичи Гейминг. И Оре получает стан. Но он должен в любом случае выбираться. Хотя арбы у него нет. Арбаум не только через 8 секунд. Шрифтон уже потратил. И это, видимо, будет минус еще и пак. Вот это полный провал. Три персонажа вразмен на одного ОД. Тысяча золота вполне логично получается здесь. Для команды IG. Но все равно при этом 3000 преимущества. За Вичи Гейминг имеется. И все равно имеется вот этот вот жирный, расфармленный антимаг. На 1000 от которого отстает Войт. И сейчас попытается руку забрать. У него это получилось. Как-то чуть-чуть дернулся Герокоптер. Но факт, он ничего не мог с этим сделать. Появляются книжки. Покупает сразу же с двух сторон их. Два саппорта. Четвертая позиция. И Тускар уже готовится к некрономиконам. Необходимые на данный момент бафы. А здесь уже снесли вышку. У Пака Дискорд уже появляется. Первый предмет на 10-й минуте. Как там, видимо. Была попытка какая-то. А то Дэнни немного его похарасить. Хотя... Ну что они с весом бы сделали? Гримстроук. Забирает Вард, на который нашел. Плюс денежка. И уже 5000 преимущества как-то внезапно появилось. А здесь совсем чуть-чуть остается до Баттлфьюри. Там забирается рецепт. И Войт Стоун буквально в паре шагов от него. Тут пока Гримстроук очень нагло, кстати, забрался. Но никаких перемещений для того, чтобы все это предотвратить нет. Ну а Варди сейчас прекрасно уже знают команду Сил Тьмы. Они видели на Вардах, как Вард поставил Гримстроук на своих Вардах. Так что это все дело будет перебиваться. Это денежка для команды Сил Света. Значит, Сентри Варда также закупили. И очень хороший Баттлфьюри на 12-й минуте появляется у антимага. Теперь он уже переходит в леса. Можно потолкать немного свою линию, забрать Т1-вышку. Но пока может вынести вот этих вот дорогих сердцокрипов. Он этим занимается. Так что действительно следующие предметы должны появляться очень стремительно. Тапок уже есть. И дальше дело за Пауэртретс. Влиндаггер появляется у Сенткинга. Ну да, он на своей линии абсолютно фрифармил. Так что в последнее время, когда Водит начал уже заниматься другими вещами. Так что это вполне тоже закономерно. Водит также начинает собирать Баттлфьюри, но у него до этого дело еще очень далеко. Он начал делать это только сейчас. И денег у него хватает только на разве что один Ринг оф Хеллз. Скидываются потычки. Т1-вышка падает. Ну тут в принципе никто и не пытается это дело дефать. А тут антимаг уже на хосте под Тауэром. Крипову забирает. Успели сюда забраться еще под кормка. 11 уровень. Но у него все конечно сейчас будет идти только в гору. Наращивает преимущество. И солидная часть преимущества всей команды, она именно за счет него здесь и появилась. Так что это Водит, который вряд ли имеет шанс потягаться с этим антимагом по фарму. Просто из-за того, что сейчас банально антимаг фармит в разы быстрее. Ну и сам антимаг пока может в принципе не опасаться вражеского нападения. Очень хорошая у него позиция. Просто в эту даль невиданную IG даже не будут пытаться забираться. Хотя тут их даже держат на месте. Ори закрыли. Ори сейчас могут быть проблемы. Очень хорошо проколебаше. Пока что отходит назад. Ори закинул арбу. Пытался на ней уйти, но не получился. Погибает просто быстрее. И размин получился на виспа. Подкоп есть. Дастов потеряет очень стремительно хп. Диуай пытался у 40 просто поднабивать. И это минус 2. Гирокоптер там тоже как-то под раздачу попал бочком. А тут офицентр кастуется. Даст, врываются теперь уже на Баттерфлая. Ну да, теперь Баттерфлая как-то должен пострадать. Там в любом случае Костик финал висит, так что он должен погибать от яда. Ну и действительно Фейд забирает фраг. Правда Янг сейчас может очень сильно пострадать. На перерез просто прыгает даст. А Фейда тоже можно забрать. Папарацци облетает сюда со своим тиммейтом. Дэдрима должна забирать. Последний удар по нему оставался. Фейд должен это делать. Да, Фейд даблкил уже совершает. Правда под тавром видимо погибнет. Хотя, ну да. Не получилось ничего из этого толкового. Но Фейд длился настолько долго, что антимаг успел сюда перетянуться. Ну и несмотря ни на что, почти поровну денег они получили. Гримстроук. Стан. Не получилось с дастом это все сделать. И Папарацци просто отсюда отходит. И Дивай видимо будет погибать. Да, тут у него в принципе выходов то больше и нет. И по итогу размин получился 3-3. И не очень выгодный для Вича гейминг ясное дело. Из-за преимуществ их команды. Ну а Папарацци абсолютно целый и здоровый. Отошел. Фармит дальше. Все что заработал здесь это ассист. Не очень приятно. Время потерял. Антимаг. Да, мант оставил следующий. Это вполне логично. У Тускар уже с Некрономиконом. У Пака будет Блинк. Причем уже совсем скоро. Сенткинг с Юл Септром. Но его Блиндаггер уже получил реализацию за счет смерти Ори. Гримстрок. Все что может сделать это урно. Возможно будет Спирит Весел. Хотя его в этом патче стали уважать гораздо меньше. Гарокоптер только Пауэр Трэдс имеет. И пытается выйти в Мом. Ну кстати у него дорогостоящий кусочек уже. Можно купить. Один. Из двух. Будет. Да, вот тут по-прежнему пока себе БФ промышляет. Но это все дело будет надолго. И Шадоу Демон. Да, если честно Папарацци в принципе здесь уже может и Смонта оставил попытаться повоевать с командой поактивнее. Но хотя уже видели, что достаточно много демажа от Аутур Деваура. И действительно это чистый демаж, который хорошо пробивает Папарацци. Это который хорошо разбирается с любым персонажем в этой команде. Потому что на самом-то деле из силачей здесь. Так, выход с эпицентром. Подкоп есть. Ну и видимо здесь уже будет погибать Висп. И дальше следом должен уже уходить Гарокоптер. Слишком мало у него ХП остается. Но да, не было Дримкуэла, поэтому решили выбросить. Не было Дримкуэла и никаких нюков. И поэтому Санкинг тоже отстал. Хотя, не знаю, на тот момент скорее всего у него тоже еще не откатился Броустрайк. Т1-мушка до сих пор здесь стоит. Мид на половине ХП. Да, надо будет с ней, конечно, разобраться. Пачка крипов подходит. И загривает на себя Тауэр, чтобы не пострадала Катапульта. И благодаря Катапульте он должен его забирать. А тут с другой стороны успели с Тускаром разобраться. И это сделает до Соло и через Купол опять. Вот это Скаэй. И дело себе Яши Каю. Так, выход Ори. Есть Танц. Айленс за ним уже висит и забирает папарацци этот фраг. Это Килинспри. Это только третий фраг, который он делает. Поучаствовал в большом количестве убийств. Но это только третий. Личным его копилку. Наперевес прыгают. Сразу же двоих подкопали. Отличная работа. Должен погибать Фисп. И следом за ним еще и Геррокоптер. Очень стремительно. Гибнут. Много урона. Сейчас и магического, и физического. Уже получается. Поэтому до 2-вышка должна просто падать следом. Это будет первая 2-вышка в копилку команды Вичи. Правда, не очень активно ей занимается. Да. Килиф потрачен. И просто Янг и Уорри остались здесь. Остальные уже перешли на сторону фарма. Крипов пока поднабивают. Дейтбрим, скорее всего, издалека может ядом поспамить. Но это опасно. Слишком быстро здесь сокращается дистанция команды Вичи. И это могло бы закончиться печально. Просто отдают тавер. Даже не стягивалась особо туда команда. И на этом все. Фестлос Войт пока забирает себе Баттл Хьюри. Рецепт. Ну, как-то не спеши себе его вести. Поближе прилетает на базу. И это да. Это БФ на 18-й минуте. За это время уже успел вырваться вперед на 4000 золота. Даже больше Фестлос Войт. Поэтому... Фестлос Войт, господи, извините, пожалуйста. Антимаг. И он уже бабочку делает. Да, бантастайл у него есть. Баттл Хьюри есть. Решил сразу укрепиться в этом направлении. От идеи с БКБ, видимо, отказался. Но, по сути, он никогда здесь не врывается на передовую. И не торгует лицом. Поэтому ему это без надобности. То есть он приходит, как правило, либо на какую-то соло цель. Которая не может ему сильно ответить. Либо уже на остатки пиршества. А тут пока подцепили Аутуар Деваура. Как раз с ним расправляется за счет магического деможа. Очень быстро он погибает. Даст он без купола. А сейчас будет купол через секунду. Буквально нужно успевать что-то с ним сделать. Даст он ставит купол. Папарацца подцепил этот купол. Он его просто не пробьет. Это очень опрометчивая затея была. Но, по крайней мере, он его задержал. Папарацца получает пучу баши. Отходит назад. Да, тут решил, видимо, не повременить. Хотя Девай очень не сильно так терял по ХП. И в этом уже мы ведем смерть еще и Виспа. Ну что ж, минус 3 в размен на одного Сенкинга. Правда, тут Девай и Фейт очень сильно рискуют погибнуть. Много урона было с иллюзией, которую Шэдов Демон сделал с Дизрапшина. Это действительно просто никуда не идет. Орифул ХП, но все остальные здесь вынуждены уже отойти подальше. В любом случае, переместился обратно на фарм Антимаг. И он закупил себе Квадр Став. Ну, у него уже половина Игл Сонга есть, так что в целом... Ох, не пожалели. Да, это было неожиданно, наверное, для Девая. Для нас тоже. Но любой фраг здесь имеет большую ценность. Так что деньги зарабатывать надо. 13 тысяч преимущество на 19 минуте. Не сказать, что прям так Вич и Геймин очень хорошо давят в файтах. Здесь очень многое зависит от позиций, которые вещи по неаккуратности не всегда хорошо занимают. Ну и плюс драки, как правило, начинаются без Этимага. Он врывается только под конец. И это тоже свою роль играет. В этот раз купол, в принципе, неплохо расставился по своим местам. Да, папарацци только там закрыли, но его отзонили от своих союзников. О, да. Нашелся, пытается нажать шрайн, но это оказалось не самой лучшей затеей. Он остался без шрайна, остался без Дейдрима, видимо, тоже, который попался здесь. Тоже в лапы папарацци. Для него это монстры килл 8 уже. Убийств подряд. Очень быстро настакал себе все это дело. И теперь уже в два раза перепармливает Войда. И даже, собственно, по сути, мидера, который на втором месте по Нетверсу находится. Так что это огромное количество денег. Это просто магнат денежный. Мультимаги сейчас сосредоточен. И настало время идти, наверное, на последнюю внешнюю вышку, на миде. Здесь она еще более-менее фуловая стоит. Хотя отправляются, видимо, потрогать Рошана. Здесь уже стоят Некрономиконы. И, да, Тускар и папарацци вместе будут разбираться. Дэмодж хватает, так что это не составит никакой проблемы. Пока-то разбирается с Рошаном, там где-то Виспаза, брату, еще и Герокоптер. Но они сладкая парочка, они постоянно вдвоем разваливаются. И Блинг пока берет себе антимаг. Соленова пошел Тавр разваливать. Причем, мне ничего не боится. Ну да, армора у него тоже уже приличное количество. Тавр ему явно больно не сделает. И дальше придется сделать какое-то волевое усилие, чтобы зайти на хайграунд. Наверное, стоит дождаться отката ультимейтов. У Пака это только через 26 секунд. У Сенкинга 66. Без всеоружия они могут там споткнуться к какой-нибудь ультимейте. Шальной Аутур Деваура или Герокоптера. От Герокоптера, в принципе, не было видно хороших ультимейтов. Но это все очень хорошо. Может прокастом под купол залететь. То есть, действительно, стоит быть гораздо аккуратнее. В целом, Папарацци, уже бабочка появилась. 20 уровень есть. Там сколько, перезарядку Бринк он вкачал. Он потихонечку подпинывает. Питывает. Контерспел. Отправил ракетку как раз на Гбионда. Это заставляет его отойти подальше, чтобы не получить от антимага. И как же тут быстро антимаг разваливает Тавр? Это просто нечто. Тавр падает. Бараки тоже начинают покусить. Есть купол. Папарацци закрывает. Есть на него прокаст. Вот это как раз тот самый через купол прокаста, о котором мы говорили. Но это только о Егеса. Все ультимейты потрачены, кроме Эклипса. Эклипс пока держится ОД в стороне. Таст. Папарацци. Теперь уже может, кстати, снова его не нажать. Он сейчас подсалится. Он просто не успеет из него выбраться. Скорее всего, он действительно погибает. Должен был. Но он успел нажать на себя Астрал. Спрятался в первую очередь. Правда, вместо него погибает вот этот раз Даст. Даст и укупается. Это единственное, у кого сейчас из умерших был байбэк. И теперь стоит быть аккуратнее. У него нету купола. Так что даже как-то на подсеве стоит держаться аккуратнее. Это минус сторона. Можно сразу же идти на вторую сторону. И даже на третью после этого. Потому что просто без зуба смотрится Джей Виталити. Который сейчас вынужден нападать без двух ультимейтов. И просто зацепили. Даст, ему получилось отойти. Правда, здесь потрачен эпицентр со стороны команды Вичи. Папарацци. Просто ультимейты. Как же развалился гирокоптер. Правда, сейчас он погибает сам от наглости. Баттерфлай его смог разобрать. Ну да, под эклипс встал. Так вот просто нагло. Подкоп есть по двоим. Баттерфлай сейчас погибает. Как же тут неудачно получилось. Это такая неумная смерть была. Дивай пока спрятался. Даст пытался на него пересянуться. Есть еще и строку фейт. И видимо все-таки будет разбираться с Дастом. У него должен быть сейчас уже блинк. Да, есть таймволк. Подкоп. Наперерез. Сальность на нем висит. Как-нибудь его поднабивать. Магического дамажа достаточно. Он просто погибает с байбэка. И выкупается антимаг. Понимаешь, что можно в принципе эту игру заканчивать. И действительно Good Game пишет IG Vitality. И да. Это просто провал. Иначе не скажешь. Vichy Gaming побеждает с легкостью 23 минуты. Вот это пока знаменитая длительность китайской игры в этом патче. Что здесь иного ожидать не приходилось, судя по статистике. IG Vitality одни из слабейших в этой группе. Так что вполне вероятно, что эта игра может закончиться и 2-0. Сейчас посмотрю поточнее, что у них там по счету было. Мы уже говорили, по-моему, две ничьи у них и одно поражение. И да, они в шаге просто от вылета сейчас из групповой стадии. И скорее всего они уже будут вылетать, потому что это последний шанс их выбраться. Да, тут все очень серьезно для них складывается. Ну что ж, на этот прекрасный нойс, скорее всего, мы будем переходить на небольшую рекламную музыкальную паузу. И после этого уже возвращаться ко второй карте этого противостояния.